Всем привет! Настало время поведать вам о моем отношении к некоторым фракциям серии Fallout, которые мне наиболее симпатичны или как минимум не бесят. Постоянные зрители канала знают, что по ряду причин я не любитель Анклава или Легиона Цезаря. Об этом я не раз говорил в своих видео и говорил почему, а вот о том какие фракции считаю приятными и нормальными почему-то никогда особо не сообщал. Так что сегодня максимально субъективный топ-5 по самым интересным организациям на постядерных пустошах Соединенных Штатов Америки. Такие организации как Анклав, НКР или Братство Стали очень важны в сериале, особенно для тех игроков, которые играли в серию Fallout с ее основания. А если вы пропустили какую-то часть или хотите поиграть в другие прекрасные игры, включая новинки, то приобрести их можно на Case for Gamers. Мои друзья из Difmark совершили небольшой ребрендинг. Теперь русская версия сайта называется Case for Gamers. Это торговая площадка, где можно как купить игры, так и закинуть средства на свои кошельки Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo и даже iTunes. Вы вольны сами выбирать продавца по лучшей цене и рейтингу. Case for Gamers предлагает более 300 методов оплаты и создан специально для удобства пользователей из РФ. Оплачивать можно без каких-либо ограничений. Наши карты, киви и даже крипта. Кроме того, площадка позволяет покупать и продавать игровую валюту, карты пополнения, ключи и аккаунты. Служба поддержки на связи день и ночь 24 на 7 и готова решить любые ваши вопросы. По промокоду FALOCH вы получите скидку в 10% на любой товар, так что вперед за покупками. Ссылочка в описании. Начать стоит с НКР. Поставлю эту организацию на пятую строчку топа, так как не могу сказать, что это какая-то прямо-таки моя любимая фракция. Тем более речь идет о целой стране. Как-то странно называть новую калифорнийскую республику фракцией. Ведь это объединение огромного количества племен и городов. Почему же я поставил НКР в свой топ? Наверное, из-за ностальгии и, по-хорошему, из-за детской привязанности. Я застал еще зачаток республики, когда, будучи школьником, проходил первый Fallout и помогал спасти от бандитов дочку главы небольшого поселения Shady Sands. Я защищал броминов этого места от радскорпионов, а также помог им наладить пассивную и даже спасся от отравления брата местного охранника. Как оказалось, впоследствии спас я не столько дочь местного главы, сколько будущего президента целой республики. И, конечно же, это очень сильно привязывает. Авторы умело провели сюжетную линию НКР от первой части до современных 3D-игр серии. Но без ложки дегтя не обошлось. НКР в Fallout New Vegas встречает игрока абсолютным хаосом внутри государства. Мы все больше слышим о кризисе внутри страны, а также о неразрешимых противоречиях внутри экономической и политической систем. И, тем не менее, это не мешает мне назвать НКР одной из самых проработанных и интересных образований в лоре мира Fallout. Торговцы в серии Fallout всегда имели определенный вес. Учитывая, что в игровом мире действует бартерная система, то в классике торговать можно было практически с каждым живым существом. Также мы встречали самые настоящие магазины, где шел товарооборот помасштабнее. И неудивительно, что по всем законам капитализма кому-то везет больше, кто-то кого-то покупает, а кто-то работает в определенной нише настолько успешно, что другим и появиться невозможно. На четвертом месте моего импровизированного топа я хочу расположить организацию Оружейники. Изначально это была обычная банда, которая пришла в город Могильник из Хаба, в надежде, что сможет заполучить немного собственной территории. В итоге, изучая развалины заброшенные фабрики, банда обнаружила довоенные чертежи оружия и, имея голову на плечах, ребята использовали местное оборудование и чертежи для изготовления лучшего оружия на пустошах. На долгие годы вперед оружейники смогли обеспечить себе имя лучших торговцев оружием. Они стали источником мощнейшего вооружения и прочнейшей брони на западном побережье. Потягаться с ними могут разве что братство стали. Казалось бы, ну обычные торговцы и что. Но в детстве, когда я играл в первую часть, обнаружение оружейников, а также их квест по убийству матки когтя смерти почему-то произвело на меня такое глубокое впечатление, что до сих пор они занимают место в сердечке. Возможно это из-за визуального образа их базы. Окруженная со всех сторон радиоактивными водами, оружейники казались какими-то загадочными и классными торговцами, с которыми не то что не хотелось ссориться, хотелось даже к ним присоединиться. Жаль, что сделать этого в игре было нельзя. Ну и раз уж заикнулся насчет братства стали, думаю стоит внести их в этот список. Я всегда относился к данной организации не столько скептически, сколько даже негативно. И связано это было опять-таки с моими детскими воспоминаниями. Когда ты впервые встречаешь этих парней в силовых костюмах, то разумеется тебе сразу хотелось с ними подружиться и вступить в ряды этих сильнейших ребят. Но вместо того, чтобы объяснить тебе, как устроен мир, какой-то уродец в консервной банке посылает тебе на самоубийственную миссию в самое зараженное радиацией место на пустошах. Будучи неопытным игроком, конечно же вопроса не стояло. Видимо это важно, надо принести. К тому же, конечно же, это было круто, ведь ты впервые оказывался на локации свечения, где узнавал так много о лоре игры. Да к тому же атмосфернее этого места, пожалуй, не найти в первой части. Но потом оказывается, что проверка была скорее насмешкой, но чёрт с ним, ты прощал это. А затем, когда тебя ждала решающая битва с супермутантами на их военной базе, и вроде как даже старейшины Братства Стали собирались тебе с этим помочь, с тобой отправляют троих солдат, которые забивают на тебя сразу, как только ты заходишь на территорию мутантов. Конечно же, это был баг игры, но впечатление осталось мерзотненькое. Братства Стали на протяжении долгих лет казались мне трусливыми, жадными и замкнутыми уродами. Каковыми, как оказалось, изначальные авторы и хотели их выставить. Уже потом в Fallout 3 Братства Стали сделали добряками, защищающими пустоши от угрозы анклава и супермутантов. Но, к слову, в Бетезда не стали сильно рушить каноны и сделали это в рамках одной восточной структуры. А чтобы фанатов не бомбило, сделали по отношению к ним еще и оппозицию в виде изгоев, которые не согласны. Это было занятно и, я бы сказал, даже забавно. А вот в четвертой части Братства Стали уже такое, какое и должно быть. Я бы сказал, что в четвертой части Братства Стали это вообще самая лучшая фракция. У них есть мотивация, они действуют мощно и жестко, чтобы прийти к своей цели, а потому Братства я размещу в середину этого ролика. Минитмены это очень странные ребята. Не знаю, почему Тодд Говард решил назвать этих парней именно минитменами, ведь в истории американской революции они запомнились как далеко не самая положительная фракция, и все же стоит оценивать не за исторические отсылки, а за те действия, которые творят минитмены из Фоллаута на Пустошах Содружества. На фоне других крупных структур, таких как Институт или Братство Стали, минитмены выглядят смешно. Хотя на самом деле в четвертой части они играют роль Есмена из Нью-Вегаса. Главного героя назначают генералом, и по сути прохождение за минитменов это прохождение за себя и свою фракцию. И фракция эта очень даже неплохая. Во-первых, в Бостоне и окрестностях это единственная организация, которая реально занимается помощью для жителей Пустошей. В скобочках главный герой занимается, но мы понимаем условности. Во-вторых, эта организация хоть немного похожа на то, что могло бы быть в реальной жизни. Не строить идиотских синтов, на фиг пойми как в возникших технологиях, и не пытаться этих синтов спасти, будто они рабы, а настоящая фракция, в которой люди заняты тем, чем они и должны заниматься в мире после ядерной войны. Выживанием. Отчасти минитмены похожи на другую фракцию из серии, которая мне очень нравится. Это последователи апокалипсиса. Только если минитмены это такая региональная фракция, у которой есть хоть какая-то цель, то последователи это скорее самураи, у которых есть столько путь. Ну и да, последователи апокалипсиса. Это моя самая любимая организация на пустошах мира Fallout. На протяжении практически каждой игры серии Fallout, именно эти ребята всегда оставляли впечатление людей, которым не все равно. Именно эти ребята собирают знания мира до войны, и хотят использовать их во благо для большинства жителей пустоши, а не как некоторые консервные банки, которые собирают все на свете, а потом как кощей чахнут над этим добром в своих замкнутых бункерах. Единственный минус последователей – у них нет яиц. Кроме шуток, они всем помогают, пытаются быть добрыми и светлыми, но в суровом мире после войны о них вытирают ноги все, даже какие-нибудь ханы, которым последователи изначально помогали. В общем, если бы порядочность и идеологию последователей апокалипсиса объединить с мощью и дисциплиной какого-нибудь братства стали, это была бы одна из самых крутых и любимых фракций в серии. Но, как и в жизни, в мире Fallout такого не бывает. Ведь все-таки это мир не о том, как произойдет что-то хорошее. Это мир о том, как война никогда не меняется. Это все котируемые мною организации в серии Fallout на данный момент. Быть может, с выходом новых частей из серии появится еще какая-нибудь группа людей, которая как-нибудь интересно себя обзовет и будет наносить добро в пустошах. Тем более, вскоре мы ожидаем первый сезон сериала по Fallout, и, надеюсь, авторы не станут там лишь эксплуатировать фракции, о которых мы и так знаем, а придумают что-нибудь новенькое и свежее. Но об этом мы узнаем в будущем. А сейчас я хочу поблагодарить великолепных спонсоров с Boosty. Посмотрите на этих прекрасных и красивых людей. Кроме того, призываю всех подписаться всюду и везде. Дзен, Рутуб, ВК, Телега, все ссылки в описании. Играйте в хорошие игры. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok